По этим длинным коридорам и комнатам с роскошной лепниной уже целое десятилетие не вступала нога человека. Это особняк Неронова на Пионерской. Он считается самым загадочным в городе. Нашей съемочной группе удалось попасть внутрь. На сегодняшний день о доме 1840 года постройки немного известно, но те знания, которые есть, с исторической точки зрения бесценны. В Куйбышеве нам дали особнячок на Пионерской. Здесь наспех сделали ремонт, пахло еще свежей краской, а в коридорах мышами. Так о доме вспоминает Светлана Аллилуева. Именно здесь она жила в годы эвакуации. Дочь вождя народов приехала в Куйбышев осенью 41-го и прожила здесь до лета следующего года. Время, проведенное в запасной столице, оказалось роковым для девушки. Именно здесь она узнала о настоящей причине смерти матери. Жена Сталина покончила с собой и о гибели любимого старшего брата Якова. Куйбышев подарил ей не только плохие воспоминания. В этом городе она встретила свою первую любовь, из-за которой навсегда испортила отношения с отцом. Всю жизнь будучи его любимицей. Авторитарный Сталин в своих письмах обращается к ней святанка-хозяйка и потакает во всем. Мы видим эти комнаты, то, что мы можем посмотреть в эти окна, в которые смотрела его дочь. Мы знаем, что здесь много ей пришлось пережить. Она сюда возвращалась после того, как ездила трижды к нему в гости. И здесь родился его внук. Это, конечно, производит, по-моему, совершенно колоссальное впечатление. И как-то понимаешь и историю, и войну, и те годы по-другому. Сейчас особняк – памятник федерального значения. Это исключительный случай, когда фасад не менялся ни разу с момента его постройки. В разные годы у дома было различное назначение. Изначально он принадлежал титулярному советнику Неронову. Следующий владелец сделал издание печатню. В начале 20 века особняк переходит в собственность купца Шахабалова. И тот делает полную перестройку внутри. При нашей ревизии мы натолкнулись на огромную железную дверь в стене одной из комнат с государственным гербом. Открывается вот так вот тяжело эта дверь. И смотрите, до сих пор герб и совершенно рабочее замковое устройство. И при том, что у нас вот такой толщины стены, этот сейф, он охранял не просто комнату, а комнату, в которой действительно, видно, находились очень серьезные ценности. Это не единственная наша находка. Среди старой золы нам попались клочья черно-белых фотографий. Это вот зола. А вот, кстати, смотрите, это действительно фотография, на которой человек в военной форме находится. То есть это кусочек, пожелтевший кусочек нашей истории. Наша съемочная группа уверена, что дом еще полон загадок. После войны здесь находилась редакция газеты «За родину». Сейчас здание принадлежит Министерству обороны. Активисты ОНФ выступили с инициативой вдохнуть в дом новую жизнь и открыть здесь музей или центр дополнительного образования. Вопрос о судьбе таинственного особняка решается. Узнать больше интересных деталей о доме можно благодаря новому проекту «Самара ГИС» «Неизвестная страница истории Великой Отечественной» с Михаилом Перепелкиным. Следите за эфиром. Мария Левина, Николай Пифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин»